Покой, тишина, целебный воздух, свой источник с минеральной водой, современное медицинское оборудование и высококвалифицированные врачи – все это санаторий «Сосновый бор». Шестиэтажное здание стоит на берегу красивой реки Старицы. Крупнейшее лечебно-профилактическое учреждение региона рассчитано на 500 мест. Но с 13 марта санаторий полностью приостановил свою работу. По техническим причинам гласит объявление на официальном сайте. На ремонт говорится в объявлении на въезде. На самом деле учреждение отключили от газа. Долг составляет 3 миллиона 300 тысяч рублей. Кроме того, у предприятия долг по заработной плате – 16 миллионов рублей. Надеялись, что наша руководство может справиться с этой ситуацией. Верили в это. Честно говоря, на данный момент мы что-то уже теряем уверенность в том, что вообще этот вопрос разрешится. Хотя очень обидно. Отработав 32 года в одном санаторий, просто считая его своим домом, вот так уйти, можно сказать, ни с чем и никем. Нам выдавали частями понемножку. Это было буквально… Последний раз нам деньги давали в январь-февраль месяц. Примерно так. Там было очень немного денег, буквально 2,5 тысячи рублей. Столько лет я проработала, 32,5 года в этом санатории. С самого-самого открытия. Еще отдыхающих не было. Еще мы такое отмывали, готовили санаторий к принятию первых отдыхающих. Поэтому самых-самых первых дней. Надежда у вас есть? Она умирает последней. Надежда есть всегда. Очень хочется надеяться, что мы все-таки возродимся и в том же составе будем работать в нашем санатории. Силы еще есть, желания есть. Пользу приносить людям умеем. Поэтому хотела бы, чтобы мы возродились. Пусть бы нам помогли в этом. В трудовой инспекции говорят, проблемы здесь появились еще раньше. Впервые серьезные проблемы по выплате заработной платы в Сосновом Бору мы столкнулись в 2014 году. С тех пор было проведено уже более 5 проверок по невыплате заработной платы, в том числе по обращениям, жалобам и обращениям работников Соснового Бора. По всем этим проверкам были возбуждены дела об административных правонарушениях, как в отношении юридического лица Соснового Бора, так и в отношении руководителя Соснового Бора. На проблему обратил внимание временно исполняющий обязанностям главы региона. Николай Любимов заявил о том, что нужно использовать все возможности, чтобы сохранить профиль санатория, как лечебно-оздоровительного учреждения, а также трудовой коллектив организации. Темные какие-то совершенно схемы используются юридически, и люди, естественно, недовольны. Мало того, что там людей могут просто оставить без работы, профессиональный коллектив, но и мы можем потерять как санаторий этот объект Сосновый Бор, если его начнут распродавать по частям, пускам, причем для жилищного строительства, любого другого, кроме как санаторного, этот объект не должен использоваться. По словам сотрудников санатория, единственным решением в этой ситуации является приход грамотного инвестора, и такой покупатель уже нашелся. Планы глобальные, полная реконструкция учреждения, сохранение не только существующего статуса лечебного санатория, но и развитие здесь новых видов лечения. Столкнувшись с действительностью, мы обнаружили очень много там криминальных моментов, но это, я думаю, наши органы разберутся. И после этого начнем заниматься уже и мы, и архитекторы, как сделать, что делать, как его реставрировать, потому что там полная реконструкция, там нужно все абсолютно менять. То есть мы много хороших новых технологий сюда привлечем, новых хороших врачей высокого, очень высокого класса тоже. И санаторий будет действительно развиваться, процветать. Между инвестором и владельцем санатория были проведены переговоры и достигнута договоренность о продаже. Однако до сих пор руководство не подписывает договор на прозрачных условиях, не устраивает прописанные в договоре и прописанные законом выплаты сотрудникам. Поэтому мы сказали, мы будем сами все отдавать ваши долги. Вот раздадим долги, сразу заключаем договор купли-продажи. Все, что остается от этой суммы, там 200 миллионов, мы договорились, рублей, стоимость всего, вот это будет ваше. Еще один нюанс. За высоким забором, который сократил территорию санаторского пляжа вдвое, возводятся дома. Официальное разрешение было получено на строительство реабилитационного центра. В настоящее время срок действия разрешения истек, но работы ведутся безостановочно. По данным СМИ, здесь осуществляется строительство трех индивидуальных жилых домов. Если случится такое дело, он должен вернуть, но он никогда не вернет. Значит, мы то же самое. До тех пор, пока с этими ребятами не решится, все, мы не против. Пожалуйста, пусть они там за стенкой только закроют вход, чтобы в режимные сюда, через наше предприятие, никаких не было частных поездок. У экспертов есть основания полагать, что действия подведения санатория к банкротству были преднамеренными. Но это предстоит выяснить правоохранительным органам.